давай а да сейчас секунду поехали да добрый вечер всем значит мы занимаемся сейчас нарративом посвященным царю шлому в следующий раз мы будем говорить о распаде царства и некий общий взгляд на то как описано царство шлому сейчас мы как бы отмечаем пока некоторые ну что называется строим определенный такой пазель пытаемся ловить некие определенные тенденции изображение царствования шлому причем как бы цель помимо прочего состоит том чтобы понять как изменился взгляд на царство не шума с конца скажем так эпохи первого храма начала пленной эпохи когда видимо составлялась книга царей к концу середине к концу персидской эпохи когда писалась книга хроник книга дебриями что что собственно говоря изменилось восприятие этого царства значит я сейчас опять открою файл который я уже поднимал в прошлый раз напомню что мы видели одна из тенденций которая просматривается очень ясно это привести рассказы царства не шлому в соответствии с текстом торы чтобы не было отклонений так как автор книги хроник она понимал а мы разобрали рассказ о том как шлому ходил в гивон и то что для автора книги царей не составляла большой проблемы до начала царства не шлому это его поход в гивон где он удостаивается откровения от бога и получает божественную мудрость для автора книги царей не было большой проблемы в том что шлому ходил в гивон поскольку еще храм в иерусалиме не был построен вот видимо он полагал что в гивоне находилась достаточно достойное святилище но этого уже недостаточно автору книги хроник который рассказывает свою историю него не напомню вам что для него и вон это то место где не более не менее как располагается скиня построена еще во времена моши в пустыне как это скиния попала в гивон это вопрос отдельный значит тонах ничего собственно говоря нам этим не сообщает нам ничего не рассказывается об истории скинии муши говорится книги иошуа что в шило было установлено скиния то что называется на еврите по хельмуэль не уточняется что это было за скиния впоследствии мудрецы скажут что это и было скиния муши то святилище которая находилась в шилой о котором рассказывается книги шмуэля нигде с точностью не говорится что это скиния муши но повторяем мудрецы талмуда мудрецы эпохи талмуда отождествляет тени со скинией муши потом рассказывают о ее переносе такие места как но а потом и в гивон но вся на случай традиция о том что скиния муша стояла в гивоне начинается с книги хроники судя по всему она создается именно как способ объяснить почему ушло мо туда пошел такая причина будет достаточно веской весомой да действительно в русалиме находился ковчег завет но в гивоне находилась киня завета времен муши поэтому пока не был построен русалимский храм вполне допустимо ходить в гивон это был один сюжет который мы видели второй сюжет который мы видели был связан с таким центральным событием строительства храма которая фиге хроник занимает вообще центральную часть рассказа церкви шлому скажем так в истории шлому в книге млахим она занимает примерно я бы сказал процентов 60 от текста и хроника занимает 90 процентов текста рассказ о подготовке строительства храма о том как храм строился и мы видели что и там и там появляется образ приглашенного из финики и финики от ссор мастеров торговцев и вот автор книги хроник производит некая маленькая казалось бы такое но совершенно миниатюрное изменение генеалогии в происхождении этого мастера говорится что его мать была вдовой из колена нафтали отец его был финикица и почему то мы видели что автор книги хроник меняет это на колено дана как это объяснить мы видели что объясняется судя по всему довольно просто автор книги хроник усиленно пытается создать ощущение что создаваемый шлому храм является своего рода ремейком скини и муше во многом повторяя те нарративные линии которые разрабатывались в связи со скини и муше частности мастера в какой области эти мастера работают буквально те же сам та же самая терминология повторяется и тут мы видели что в торе есть два мастера которые участвуют строительстве скинии один из них бацалель сын ори из колена иуды а другой олеам сына хисамаха из колена дана судя по всему именно это и послужило автору книги хроник источником вдохновения для того чтобы изменить миниологию мастера и превратить его потомка колена дана таким образом получается что над храмом верховный мастер как сказать это сам шлому из колена иуды и поставленные мастера из колена иуды а к ним присоединяется еще один человек который по крайней мере по материнской линии принадлежит колену дана таким образом и здесь все приводится в соответствии с тором наконец третий последний сюжет который мы видели короткий состоял создание автором книги хроник традиции что храм строился во первых на том самом месте где давид в свое время выкупил надел земли и построил там жертвенник с тем чтобы остановить свирепствующий мор виной которого он сам был и с другой стороны этот храм находится на территории на том самом месте где как намекает автор книги хроник происходила история с жертвоприношения митсхака он первый который называет это место хара морея в самой который называется одна из гор земле морея а значит с одной стороны автор книги хроник таким образом связывает одной цепью то что рассказывается в книге шмуэля о давиде и то что рассказывается книги хроник в книге нахим ош шлому на строительстве храма ему очень важно подчеркнуть что все что давид делал это была подготовка их строительство храма поэтому неспроста что он строит храме именно на том месте где давид строить жертвы а кроме того опять же он связывает это с торр это то самое священное место которое который посетил праотец авраам по призыву бога выделенное место и и значит мы в этой связи не углубляясь собственно это не является нашей центральной системой но утверждение в самом рассказе уже то приношение и цхака как бы такая своего рода авторская ремарка который сказано что авраам назвал это место и логин адунаир и господь усмотрит дальше такая как бы ремарочка как говорится сегодня на горе господне усмотрится очевидно что эта ремарка стремится тоже поставить знак равенства между этой горой и храмовой горой почему потому что согласно торе храмовая гора и скажем то место как говорится в книге дворин то место которое изберет господь с тем чтобы поселить там свое имя это то место на которое три раза в году должны приходить по меньшей мере взрослые мужчины народа израиля поле с тем чтобы увидеть лицо бога то ли показаться перед лицом бога зависит от чтения комментария который предлагается этим местам так или иначе очевидно что здесь в этом стихе которая прочел обыгрывается название которое дает это и горе авраам господь усмотрит и вот это алияна регель приход в храм три раза в году на праздники и я просто поставил вопрос не пытаясь его здесь разрешить что чем предшествует автор книги хроник опирается вот на эту традицию которая намеком дана здесь торе или же эта традиция эти пол стиха которые появляются в торе является развитием той традиции которая которая зафиксирована книги хроник это вопрос который остается открыт вот теперь мы как бы дошли до следующего сюжета до следующего сюжета и этот сюжет я его назвал теофания во время открытия храма пошло построил храм он собрал весь народ его руководителей произнес речь молитву и все это происходит мы еще поговорим немножко ниже а дата все это происходит так называемые ераха и то ним так назывался месяц тишлей судя по всему в иудейском царстве эпоху первого храма то есть это происходило все праздник суккот это открытие храма и во время этого торжественного открытия когда туда вносят ковчег завета и вот эту самую скинью огельмо эд которая с точки зрения автор книги хроники естественно является скинью муше значит все туда переносят приносятся там жертвы все расставляется и происходит некая теофания когда священники выходят из места святыни там где находится ковчег завета храм окутывает облако анан малий бэй кодунай и вплоть до того что священники жрецы не могут там стоять за этого облака потому что слава господня наполняет весь храм а это то что пишется в книге царей книги блохим богоявления бог может явиться в виде облачного столба а так это было во времена исхода из гипта если мы сравниваем этот рассказ это описание с тем что есть и их в целом они очень похожи надо сказать что автор книги хроник кстати пропускает это название и раха это ним древнее название месяц и который на который приходится осенние праздники пропускает он его просто потому что она уже ему ничего ни о чем не говорит эти названия месяцев полностью вышли из употребления и либо он просто нумерует месяц как здесь либо чуть позднее появляются входят постепенно в обиход а к вавилонские названия месяцев которым пользуется до сих пор которые называются еврейскими месяцами хотя по происхождению в основном вавилонские и вот когда это все происходит казалось бы все нечего здесь особо добавить к такому торжественному описание однако автор книги хроник добавляет добавляет он буквально следующее он это вставляет последний стих книги млохим книги царей был в том что священники выходят из святыни автор книги хроник во первых сообщает о том что они все осветились священники и к дашу и главное что он добавляет в своем духе это для него очень важно и принципиально потому что для него то что происходит во втором кроме должно обязательно было происходить в первом он добавляет сюда поющих левитов а поющих левитов мы уже немножко говорили в свое время поющие левиты это собственно говоря телевиты практика служения которых известны нам из старого храма и это те же самые имена которые появлялись в связи с назначением левитов певцов во времена давида вот мы говорили два занятия назад о том как давид председательствовал на этом начинании вот эти асаф и ман и дутун их сыновья и братья которые одеты в льняную одежду они играют на музыкальных инструментах это подробно описывается и мало этого мало того что они играют на музыкальных инструментах этого недостаточно надо произносить псалмы что и происходит здесь не поют как тут сказано благодарят и славит ляга ляга и цитируется петь господу ибо он благ ибо навеки милость его на это цитата из псалма и только после этого он возвращается опять автор книги хроник тексту к тексту книги плохим сообщает о том чтобы храм был наполнен вот этим самым облаком то есть как бы автор хроник здесь данном случае внедряя свой текст знакомые ему знакомую ему практику из храма который стоял в его время и он то интерполирует прошлое он интерполирует то что и более того он добавляет тут еще одну вещь который нет ни гимна хим а именно следующее что когда шума заканчивает молиться сходит огонь с небес точно так же как свое время сошел огонь с небес когда давид поставил жертвенник на выкупленном месте у равные усея опять же в соответствии с их роде этот огонь пожирает жертву и слава господня наполняет опять таки храм и снова он повторяет что священники не могли стоять там потому что слава господня наполняла храм а все основе израиля видели как спустился этот огонь как слава господня наполнила дом и преклонились земле поклонились поле на землю на пол и продолжали славить бога все теми же псалмическими словами и вот это описание теофании но на самом деле является опять-таки повторением тора снова автор книги хроник цепляет текст истории и развивает когда рассказывается либо икра о том что мушей аарон установили стены то после этого говорится о том что они вышли и благословили народ и явилась слава господня всему народу и вышел огонь и вышел огонь от господа и пожрал на жертву и все жертвы и народ это видел пел и пал на лицо свое а я думаю что нам не трудно угадать увидеть что автор хроник здесь развивает это описание детализирует следующий момент такой довольно тонкий и интересный связанные уже с законом плохой как известно еврейской традиции существует праздник швене церк он же называется сегодня симха тора праздник этот венчает собой осенние праздники он как бы сразу же наступает после суккота любопытно что он не всюду упомянут торе это будет существенной деталью в нашем дальнейшем обсуждении он упомянут в книге вайкра и в книге бэмидбар этот праздник однако он не упомянут дважды в книге шимот и в книге дворим запомним это и продвинемся дальше я уже сказал что освящение храма происходит связано с праздником суккот это происходит как раз в это время книги малахим говорится что все празднование происходило 14 дней судя по сравнению чисел которые там приводится речь идет о семи днях до суккота и семи днях после суккота и семи днях суккота всего семь дней дальше говорится и хроник в книге блохим книги царей а на восьмой день отпустил шлумо народ и благословили они царя и пошли в свои шатры радостные и довольны из-за всего того блага которое сделал господь давиду рабу своему и израилю народу своим получается что шлумо отпустил народ правиться домой как раз праздник меняться то есть тот праздник который казалось бы надо было оставаться еще храме это очень хорошо понимает автор книги который живет другую эпоху и поэтому он меняет текст а именно следующим образом посмотрим как и сделал шлумо праздник в то время семьи и весь израиль вместе с ним большой большая община и он пишет добавляет и подчеркивает сделали в восьмой день собрание праздничное ибо открытие жертвенника продолжалось семь дней и праздник семь дней всего 14 а на двадцать третий день седьмого месяца то есть на следующий день после окончания праздника шмини а цены отправил шлумо народ домой рада и они пошли радостные довольны и дальше все то же самое теперь давайте зададимся вопрос просто как бы такой ну подрывной в чем-то но тем не менее он существенный от него невозможно отмахнуться о чем свидетельствует собственно говоря это метаморфоза книги малахин книги царей шлумо отпускает народ в сам праздничный автор книги хроник заботиться о том чтобы это произошло на день позже о чем свидетельствует с вашей точки зрения это метаморфоза может кто-то хочет сам сказать слегка можно еще раз повторить вопрос еще раз повторяю согласно книге царей книги малахин шлумо отпускает народ по окончании открытия храма сразу же по истечении праздника суккот то есть в тот день согласно которому наступает праздничный не цели и в который следует находиться в храме и приносить жертвы или рядом с храмом на самом случае не расходиться по домам и не идти там свои города это очень хорошо сознает автор книги хроник живущий персидскую эпоху и поэтому он заботится о том чтобы подчеркнуть что шлумо отпустил их вовсе не на восьмой день а на девятый день а в восьмой день они сделали праздничное собрание и лишь двадцать третий день месяц эти шеи как сегодня у нас праздник последний день праздника это двадцать второй день месяц эти шеи на двадцать третий день месяц эти шеи месяц седьмого месяца как он здесь говорит он отпустил народ по своим шатрам я задаю вопрос о чем свидетельствует это метаморфоза это изменение нашло с точки зрения исторической нехава идем по лучшим ученикам я хотел спросить что произошло у нас вообще ученики не задают вопрос они отвечают на вопрос это отдельная отдельный вопрос действительно значит то он здесь не упомянут могут быть не то чтобы это его совсем не беспокоит видимо беспокоит меньше он может он может предположить себе он мог бы поменять и здесь текст искать что в середине празднества середине празднества вот эти первые семь дней до наступления суккота там середине был еще после они постились так далеко он не идет он конечно знает что такое им тепло так далеко не идет и собственно говоря он исправляет ведь что там где там где есть грубо говоря не свата все значит поскольку им кипур не упомянут то можно как бы молчаливо предположить что он имеется ввиду просто не упомянут но когда автор книги махим напрямую нарушает за контору и говорит что в восьмой день взяли отправились по своим домам и вовсе не праздновали шминяться этого автор книги хроник уже стерпеть не может и тут он вмешивается исправлять но я еще раз задаю свой вопрос о чем это свидетельство что же произошло с исторической точки зрения ученики безмолвцы хорошо тогда я осмелюсь предложить свое свою собственно не моя гипотеза и водится которая еще когда-то в середине 19 века была предложена она напрашивается хотя конечно спорная но я опять же напомню вам следующую вещь ну начни начнем с другого с того что единственный логический вывод который на который напрашивается в этой связи состоит в том что автор книги млохим не знает ничего про праздник шминяться просто не знает о существовании такого праздника поэтому и рассказывает о том что поиск по истечению семи дней праздника который не называет здесь праздником суккот но по всем датам получается праздницу год шлому отпустил народ если он этого не знает то тогда автор книги хроник знает помимо прочего он знает потому что он владеет концу персидской эпохи уже всем текстом тоже мы видим с очевидно с очевидностью что во времена эзры а это где-то по меньшей мере за пол столетия до книги хроник уже текст торы как пятикнижья существовал даже если какие-то различия там и ся но в целом корпус существовал поэтому автор книги хроник естественно знает законы книги воикра и книги бамидбар о том что есть праздник шминяться однако как я уже сказал в трех местах торы шимот кавгимал на медаль а также дворим тазаин три места где описывается праздники израиля упоминаются три праздника упоминается песок живот и суккот не упоминается ни роша шана не им кипу не шминяться эти праздники однако повторяю все упоминаются воикра и бамидбар теперь я скажу в чем состоит гипотеза предложена еще в свое время в середине 19 века которая вызывала ожесточенные споры и по сей день вызывает но я думаю что присутствующие здесь по меньшей мере слышали о том что существовала такая гипотеза о источниках тор или так называемая документальная гипотеза эту гипотезу свое время начал разрабатывать достаточно ревностный католик живший 18 веке если не ошибаюсь при дворе людовика 14 такой же настрюк который написал целую книгу которая называлась какими источниками пользовался моисей когда писал книгу бы решить книгу бытия вот он это начал потом и он был повторяю ревностный католики он вовсе не как бы не ставил своей целью подрывать какие-то традиционные представления о том что тора была дарована богом муж моисею муше но только хотел сказать что как бы прослеживается в торе разные источники которые мы все между собой соединить в результате это привело к тому что была разработана был разработан ряд моделей уже абсолютно независимых от религиозного мировоззрения как час и одна из этих моделей наиболее популярная состояла в следующем модель довел до как бы до какого-то полного завершения до завершения юлиус вильгаузен в девятнадцатом веке он был помимо прочего еще историк поэтому книга его собственно называлась пролегомены к истории израиля и он там утверждал что различные источники тора были написаны различное время и в частности один из этих источников которые он назвал жреческими был создан лишь после пленную эпоху создан канонизирован явился в свет можно по-разному это формулировать он утверждал что те тексты которые мы находим те своды законов например которые мы находим и шимот и в книге дворим это более ранние тексты тексты его и края бы мид бар я имею ввиду вот эти данном конкретном случае вообще книгах конкретно о корпусах закона это тексты более поздние и который он назвал жреческими текстами по целому ряду признаков я сейчас не буду вдаваться во все эти признаки во всяком случае эта гипотеза повторяю которая многими потом оспаривалась предлагали встречные модели объясняла помимо прочего то что мы видим здесь а именно того что праздник меняться напоминается только вот в этим жреческом законодательстве согласно этой модели об этом законодательстве ничего не знает автор книги махим автор книги царей она ему неизвестно и он знает о трех праздниках песок шоуот и суккот с точки зрения вильгаузена впоследствии добавились еще праздник повторяю гипотеза оспаривалась и указывалась и на древнее на древнее происхождение в частности юмки пура который есть аналогии древних месопотамских законодательных сводах но надо отметить что конкретно в том сюжете который мы сейчас разбираем эта гипотеза работает довольно неплохо потому что самом деле как иначе можно объяснить этот странный пропуск книги махим он ни с чем не увязывается если известно что этот день есть праздник то следовало устроить праздничное собрание то что написано в книге во икра ацерет те лохэм праздничное собрание будет у вас ничего подобного автор книги махим нам не рассказано автор хроник это исправляет потому что для автора хроник совершенно очевидно что и давид и шлама могли действовать исключительно и только в соответствии с торой ему даже не важно на самом деле что думал или что не думал автор книги махим ему важно подчеркнуть что впоследствии делают и мудрецы талмудической эпохи что и давид и шлама знали на зубок тору а если не дай бог нарушали как то будет видно в связи со шлумом то это отдельная история в частности связано с излишним самомнением вот но но знать они конечно знали вот это как бы позиция автора книги хроник поэтому как бы мы не объяснили проблема как вы понимаете заключается в том что в торе есть разные своды законов и это казалось бы само по себе странно почему не дать свод законов один раз это казалось было бы достаточно ну два раза один раз кратко другой раз более подробно но и на своды законов вторе приводится пять раз пять раз и речь идет законы законы праздник речь идет о тех же праздник кроме повторяю роша жана йом кипур и шмине ацеры которые появляются только твои краевыми два как бы мы это не объяснили видимо следует здесь признать что автор книги плохим книги царей не знал этих текстов не знал этих текстов для во всяком случае не считалось обязывающими а это как бы такой довольно тонкий непростой сюжет тем более тонкий непростой потому что он как бы касается нерва значительной стерме степени нерва и грейской традиции связанного с единством торы с дарованием торы на синае с тем что после этого дарования тора казалось бы должна быть всем известно а если ее нарушают и нарушает не по незнанию а по испорченности натуры вот такое видим что на самом деле ситуация которую я только что описал она действительно была таковой в эпоху второго храма и далее что касается и после первого храма то у нас нет памяти по крайней мере мы можем сказать осторожные и минималисты у нас нет нет ясных свидетельств о том что текст торы в его полноте был известен автором этого периода и возникли ли сейчас какие-то вопросы перед тем как мы перейдем следующему сюжету не заметку минимальное замечание я не знаю мне странно что на хама как бы молчит но по-моему это ее центральный бы верховод конек повторение в разных местах это дает нам возможность сравнивать и как бы понимать дополнительные смыслы чему там говорится так почему книги шмот говорится так там а книги 2 рим говорится так и так дальше короткие лекции обычно я тоже упростил вместо броера сходи золны хама и все чтобы было понятно можно ли это перевести я поняла что его книги слишком сложные ну как бы детальные так далее а вот как бы излагать концепцию какие-то оттуда можно брать опять-таки раф бройер от конечно отдельная отдельно совершенно я поэтому не влезаю он очень он как раз очень хорошо сознает открыто полемизирует отчасти открыто полемизирует с этими моделями напрямую их даже упоминает вот но при этом те модели которые он сам предлагает в чем-то напоминает эти же модели другой смысл на самом деле смысл я согласен но так или иначе уже хазаль это как бы их центральная идея центральный подход в торе нет ничего лишнего ни одного лишнего слова уж тем более ни одного лишнего текста там скажем ни одного лишнего закона понятное дело что если в одном месте есть закон другом месте есть закон то надо понять что они комплементарны друг по отношению другу и друг с другом как-то коррелив я не пытаюсь возражать против этой идеи нисколько более того она мне импонирует потому что она как бы расцвечивает текст богатством оттенков и создает из него такой интертекст вот но я сейчас говорю о конкретном сюжете о конкретной вещи о том что автор книги хроник автор книги царей млахим кавычках забыл праздник швене цены просто забыл для него его этого для него этого праздника нет и это спешит исправить автор книги хроник он говорит не может такого быть шлом он не мог отпустить их праздник панаман праздник праздновать ну хорошо это значит еще один вот такой сюжет на сравнение еще один коротенький маленький сюжет связан со следующим уже в конце истории о шлумо является такая деталь как мы помним шлумо просил царя цора и ветера хирама помочь ему как со строй материалами так и с рабочим с рабочей силы что тут и сделал но как известно ничего не делается бесплатно как-то платить и хотя у них был вообще говоря договор о том достаточно подробная договор в книге плохим описанной как расплачиваться что что кто кому дает но в конце говорится что шлумо уже после того построил все что только мог построить включая храм свой собственный дворец 20 лет прошло вот значит и после того что хирам давал шлумо строй материала как тут сказано то благодарный шлумо отдал хираму 20 городов в галилеи да и понятно что эти 20 такое символическое число здесь потому что 20 лет 20 городов хирам вышел из финики из ссора приехал галилею посмотрите города и остался недоволен судя по всему ему показалось что что мы подарил ему ну что типа ерухама или там я не знаю наоборот афакима какие-то провинции совершенно бесцветные и что это такое но он говорит не вполне так западе брата общается 6 за города который ты брат мой мне дал и назвал таким странным названием эрыц ковуль до сегодняшнего дня на этом разговоров здесь прекращается он дальше никак не развивается значит когда мы переходим не хроник мы можем мы должны знать самого начала чтобы автор книги хроник эта ситуация это просто удар по нервам прямом смысле этого слова мало того что великий шлумо какому-то там финикийскому царю зачем-то дарит часть земли израиля что это такое но тот еще негодяй такой чем-то недоволен наглец значит шлумо выставляется здесь помню таком смешном свете ему предъявляют претензии он не отвечает вроде как он принимает эти претензии я давайте посмотрим как это рассказывает автор книги хроник и было по истечении 20 лет после того что шлумо построил храме свой дворец города которые отдал хурам он же хирам шлумо отстроил их шлумо и поселил там сыновей израиля как вам это понравится зеркальное отображение и так в книге хроник даритель и и тот которому дарит поменялись местами хирам царь финикий дарит что великому шлумо города понятное дело что вообще все должны все дарить потому что это величайший царь опять же мы следующий раз поговорим о целом и общем о царстве в описании царствования шлумо вот но все дарят понятное дело ну и шлумо естественно не просто так забирайте города он исполняет заповедь ищу эры цисраэль наш автор в общем-то сионист древний сионист он как бы живет здесь как раз время когда ну в общем все довольно хорошо и стабильно значит народ израиля больше значительной своей части вернулся на свою землю враги не мучают особо храм отстроен да правда у нас нет своей собственной ну как бы автономной власти своего царя своего давида но он еще будет когда запасемся терпением это придет вот пока мы конечно подчинены персидским царям но впрочем надо отметить что кир тот который все это дело затеял он как бы был чуть ли не помазанником божьим он исполнял волю бога он стремился строить еврейский храм как бы в общем в порядке вот и остается постепенно постепенно отстраивать эту землю и это то чем занимается в книге хроник шлума в тех городах которые подарен где они находились здесь не говорится а что это за города который херам подарил шлума да это же понятно что это не может быть галилея потому что херам правит финики имел ли ввиду автор книги хроник что херам отдал часть своей территории там где ливан ну судя по всему да да может быть север север ливана прошу прощения юг ливана вот он видимо отдал шлума и там шлума поселился на израиль вот что происходит теперь что это такое все ну я назвал это прото мидраж в каком смысле прото мидраж я еще раз задаюсь вопросом а что такое собственно говоря мидраж как бы мы есть сотни определений мидража зависит от того опять-таки мы имеем ввиду жанр имеем ввиду текстуальный какой-то корпус но в целом можно сказать по крайней мере одно мидраж это способ такой способ читать текст при котором мы вычитываем в этом тексте то что в нем вроде как на прямо не находится а что такое прямо находится прямо находится то что диктуется непосредственным контекстом языком какими-то историческими реалиями значит мидраж готов от всего этого абстрагироваться и как бы как из такого бездонного коротца черпать из текста такие вещи которые бы в голову бы может не пришли бы никому а вон а нам пришли а это мне иногда я в день конечно но напоминает известный рассказ николая носова фантазер которые наверно все мечтали в детстве в этом рассказе там правда не с текстом дело идет а просто с фантазией человеческие два мальчика сидят и рассказывают друг другу небывалые совершенно истории которые абсолютно как бы не могут соответствовать никакой реальной действительности сами же как бы это прекрасно сознают а потом подсаживается к ним третий мальчик отрицательный персонаж этого рассказа который говорит им что они как он их там называют брехуны вот и дальше говорит что я то вот например уже если вру для пользы вру вот например сестра моя младшая спала я в это время съел банку варенья чтобы меня родители не наказали и губы вареньем намазал в результате ее наказали а меня меня мне ничего не сделали но и эти друзья фантазеры его с позором прогоняют тоже как обзывают так вот создатели метроша действовали не за страх а за совесть да они действительно создавали нечто из своего воображения опираясь на текст делая это не из каких-то там соображений пользы или еще чего бы то ни было вот ну отчасти из какого-то эстетического наслаждения отчасти из того чтобы привести текст в соответствие с теми представлениями которые виделись им очень важными необходимыми будь то представление касающиеся закона на потому что закон менялся со временем будь то представление касающиеся каких-то мировоззренческих вещей так работает метраж если при этом метраж мудрецов он как бы стоит на том что есть канонический текст я его цитирую и дальше полная свобода как бы книга хроники книги подобные есть создаваемые уже после книги хроник просто из изменяют сам текст но изменяют текст сущности также как мудрецы его толпуют то есть это изменение есть толкование тоже они находят в этом тексте то чего в нем казалось бы нет но делают это опять же потому что с точки зрения иначе быть не может так быть должно если этого нет значит это надо понять так что это есть это некоторая одна из основ мидраша которая превращает этот жанр ну на мой взгляд в одну из жемчужин еврейской литературы и традиции вот эта способность ну волшебная способность преображать текст который лежит перед нами в этом отношении еще хочу показать тоже на что ссылается автор книги хроник в отличие от автор книги царей автор книги царей лохим были конечно источники что это за источники они до нас не дошли он он их упоминает он например книгу летописи царей иудеи книгу летописи царей израиль возможно это какие-то храмовые свитки храмовые списки возможно что то еще у нас по крайней мере нет оснований утверждать что эти тексты придуманы автором ним в случае шломо он утверждает что он основывается на некой книге которая называется сэфер дебрэй шломо книга дел шломо прочие дела которые я здесь не упомянул он они описаны вот в этой книге пересмат посмотрите что делает с этим автор книги ходит прочие же дела шло шломо ранние и поздние написаны пророками натаном ахиёй из шло и и прозорливцам едо который пророчествовал о яровами сыне невата который меч впереди первый царь израиля израильского отдельного царства что же сделал здесь автор книги хроник он приписывает историографическую деятельность пророком он был первый который это сделал до него мы ничего подобного не находим кстати к слову сказать он был также первые еврейской традиции которые воспользовала слова медра на него это слово не существовало он правда использовал его не в том смысле в котором мы сегодня пользуемся тоже нечто вроде какой-то летописи но именно в книге хроник дважды появляется в первый раз впервые в еврейской традиции слово медраж так вот он приписывает первый кто приписывает историческую историографическую деятельность пророком делает это по двум причинам во первых это добавляет вес если это пророк писал значит это боговдохновенный текст во вторых если мы вообще посмотрим на его восприятие пророчества а у пророков мало встречается и то они как правило занимаются интерпретации истории они просто пророчествуют упрекают или там предостерегают они у них есть некая перспектива и ретроспектива не объясняют историю как он видел роль пророка впоследствии это было подхвачено сначала и флавием иосифом который тоже утверждал что наши священные писания написано пророками он делал написал это в своем произведении против опиона и впоследствии мудрецы там удар ровно это они и говорят они стремятся стать что большая часть большая часть анахических книг есть плод авторства пророков будь то маши будь то шмуэль будь то пророк ирмиял значит вот они связывают написание библейских книг с деятельностью пророков первым это сделал автор книги хроник к слову сказать он делает это отнюдь не только в связи со шумом а в связи с большинством царей иудеи если сейчас вопросы вопросы замечания что что она хама и это была техническая память что-то говорит а у нее выключены храма что-то сто процентов хотела сказать а микрофон выключен нет если у кого-то еще какие-то вопросы замечания перед тем как я я бы сказал такую вещь если можно на самом деле да да мы все время как бы по моему как бы обыгрываем вот эту вот факт который требует объяснение о том что событий или рассказа событий повторяются несколько раз разных местах но мне кажется да но мне это как бы по моему не центральная ну как бы основа наших обсуждений но мне кажется что не знаю вот это есть так сказать подход он не просто один-два раза встречается он чуть ли не не как бы проходит красной линии посмотри на как бы я не знаю сипур и лезер а который повторяется два раза и сразу задается вопрос ну как же такое может быть соотносится ни одного лишнего слова каждый раз каждое слово понятно божественно и должно объясняться и 5 10 повторяется два раза значит найти отличие такси это все время это какой-то центральная тема вообще не знаю тора я не знаю скажи что это способ написания что это такая рамка написания но это вещь которая не встречается как бы единожды говорится вот такого никогда не было он таких таких мест очень много нет наведем определенный порядок что касается истории ураби абраама который назвал и лезером хотя в торе он так не называется уже мудрецы его впоследствии так назвали а вот здесь есть ими и лезер в торе тут тут немножко другая ситуация тоже очень распространенная не только в текстах тонаха но вообще в древневосточных текстах хорошо зафиксированное нам известно прием повторений то есть некое событие рассказывается сначала от одного лица а потом пересказывается от другого это может быть рассказ от автора как случае с рабом авраама сначала подается нарратив что случилось а потом герой пересказывает это пересказывает это в некоторых обстоятельствах теперь с одной стороны это некоторая литературная конвенция уже в угорицких текстах это на пропалую встречается вот такой вот способ развития сюжет с другой стороны опять же мудрецы талмуда занимались тем что пытались высмотреть различия между этими двумя версиями но тут надо понимать что как бы здесь текст не пытается ничего замаскировать на здесь текст действительно напрямую говорит вот само событие а вот я его пересказываю какие вещи есть есть другое другое явление которое которое действительно ставит нас перед немалым количеством вопросов когда либо одно и то же событие пересказывается несколько раз в разных контекстах независимо друг от друга ну например 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 дважды вторе рассказывается о том история о том как муше дал народу воду ударив по скале вот только один раз он ударил и все было нормально а второй раз произошло некая некий сбой я сейчас не вдаюсь подробности в различия между этими рассказами вот но это странно да есть законы которые повторяются таким образом есть нарративы которые таким образом повторяются казалось бы это не связаны друг другом события есть наконец события которые маскируются под разные события но очевидно что здесь есть повторение например сюжет с женой сестрой который мы когда-то разбирали на ночь трижды повторяется невозможно не может не вызвать подозрения в том что почему повторяется три раза хотя сам текст маскирует такой один раз это произошло с авраамом на ранних этапах его пребывания в нашем рассказе второй раз на более поздних этапах а третий раз вообще с ицхаком повторение странно и так это и идет это второе явление третье явление которое связано с этим вторым возможно если мы считаем что второе явление стоит на том что раз каждая новая версия каким-то образом реагирует на предыдущую изменяет ее и повторяет таким образом а третье явление которое уже явно такое это вот только то что мы разбираем есть одна книга есть другая книга и другая книга казалось бы пересказывает предыдущую но при этом все время меняет явным образом все время менять на prominente а значит а это мартная рефлексия это уже не скрытая рефлексия это очевидная никто ее на скрывать даже эта реакция на предыдущий текст если некорректное цитирование некорректное цитирование я니 знаю можно ли назвать некорректно цитирование кому связи некорректно дом не цитирует он меняет текст Пересказывая меняет текст Но приводит при этом источник Он не приводит источник Он явно на него опирается Но меняет его Ну потому что как бы в научной В рамках научных обсуждений Насколько я понимаю Михамо смеется Если человек цитирует первоисточник Он должен его цитировать правильно Ну ты сказал Да вот правильно конечно Это и делают надо сказать хазаль Потому что для них Первоисточник уже канонический текст И невозможно просто так отмахнувшись Сказать а мало ли что там написано Но еще незадолго доказали Незадолго заметил Флавий Иосиф Который пишет Кадманьота Микра Казалось бы есть текст Анаха Практически канонизированный Может быть что-то еще осталось Но он утверждает что 22 книги есть Видимо это и то же самое Что и 24 наших Он там соединяет два раза две книги Тем не менее он себе позволяет Своей фантазии Как угодно Скакать и много чего менять То есть это постепенно Вот это как бы академическое цитирование Оно постепенно приходит в еврейскую традицию Но не сразу Во всяком случае я просто хотел сказать Что это явление ни одного и того же порядка И то что ты сказал про раба Авраама Это можно было бы сравнить с другим То как история о рабе Авраама Представлена в Медрашах Хазаль Это да Вот это уже да Они берут этот рассказ Цитируют Все по академическим правилам А дальше Разудись плечо Они такое рассказывают Что только глаза вылезают из орбиты Откуда они только это берут Вот так действует автор Фиги Хроник Только он цитирует Но вопрос Но при этом в стиле их изложения Подчеркивается Что это наше понимание Это моя трактовка Вот я вам пересказываю Я буду пересказывать Диму Как он излагал лекции Я буду добавлять Вот это моя трактовка Мне спрашивают Он что действительно так сказал Скажу нет Я так это понял А ты так это понял Давай послушаем запись Понимаешь Представляется Как свободное изложение Либо как действительно цитирование Свободное изложение Я бы сказал здесь Очень свободное изложение В соответствии Поэтому я это и называю Прото-Медраж Не Медраж А прото-Медраж У нас в скобках в общине По поводу Была выставка картин И там одна из Представивших эти картины Там ее попытались критиковать Что она не совсем точно Изобразила нечто На что последовал ответ Очень категоричный А я так это видю Как было сказано А я так это вижу По стандартам Да Видю Это было специально так сказано Вот Во всяком случае Вот так он это видит Наш автор Автор книги Хроник Значит Смотрите Мы в следующий раз Начнем с того Что поговорим Об известной Скандальной истории С многоженством шлумов Мы произведем Некоторую Литературную археологию Заберемся В законы Торы Проверим На чем Стоит эта история Как она изображается В книге Млохим В том числе История С его Женитьбой На Дочери фараона И о степени Историчности Такой женитьбы Вот А потом уже Сравним это С книгой Хроник Следующий наш шаг Я не знаю Опять же Все зависит от того Сколько займет Времени Это обсуждение Потому что Оно довольно такое Тоже нервное обсуждение По поводу шлумов Значит Следующий наш шаг Это такой Макро взгляд На царствование шлумов Что думают Историки Археологи По поводу Иудеи Времен шлумов И Распадом Царства На два Иудею Израиль Вопросы Вопросы Замечания Народ Как-то не очень ясно Идея о том Что пророки У них не было Исторического видения Почему не было? Ну вот как-то я так поняла тебя Нет Почему наоборот? Нет Ну ты типа говоришь Приписали им Ну я не утверждаю Что они ими написали Но поскольку Приписали им Вот такое Историческое Историческое видение Приписали им Авторство Книг пророков Исторических книг Но как бы Это не так очевидно Потому что Есть пророчества Такие В которых действительно Они пытаются Охватить Прошлое Будущее И так далее А есть конечно Других народов И так далее А я с этим Я нисколько и не спорю Я с этим полностью согласен Это вовсе Не на пустом месте Не на песке Была эта концепция Выдвинута Разумеется Разумеется Пророческие тексты И в этом может быть Одна из уникальностей Игрейских пророков Потому что пророческие тексты Нам известны Из других Сопредельных государств Но действительно Подобно тому Как только В древней Иудее Было создано Такое колоссальное Историографическое Произведение Которое мы сегодня Называемым решением Также точный Корпус пророческих текстов Он во многом уникален Одна из его уникальных черт Состоит именно в том Что пророки Израиля и Иудеи Они как бы Действительно Анализируют Происходящее Поэтически Конечно анализируют Но во всяком случае Выдвигают Какое-то Историческое видение То что я сказал Состоит в следующем Что скажем Книга Млахим Книга Шмуэля Книга Млахим Никогда Не пытается утверждать Что пророки Этим занимаются Там мы этого не находим Пророки Которые там действуют В такой роли Не выступают Ни Скажем Шмуэль Ни Матан Ни Гад Ни Ильяу Ни Ильиша Ни другие Они в такой роли Как правило Не выступают Поняла Значит То что делает Аферкинги Хроник Он их Вводит В эту роль Окей Маленький Да Вот то что ты называешь Протомедраж Слово Протомедраж Ну как бы Как это по-русски было Не притечь А как это было Слово Не про человека В общем То что это предшествует Медражу Так просто говоря Да Ну хорошо Но Ты это утверждаешь Предшествует В каком виде Что это как бы А вот Провозвестник Что это Такой способ Видения Такой способ Либо это Использование Техническое использование Как бы Такой мисс Геррета Нет я как раз Почему это не назвать Просто Медражом Или Начало Медража Нет ты можешь Назвать Начало Медража Такой Как Такой Исследователь Как Ицхак Ария Зелегман Я в свое время Его упоминал Написал статью Которая Примерно Так и называлась Решита Медраж Бесефа Девреами Начало Медража В книге Девреами Но Я просто хотел В данном случае Чисто методологически Провести Разграничительную линию Которая состоит Именно в этом Что для Хазаль Когда мы говорим О Медражем Как правило Имеем ввиду это Есть канонический текст Он подается Он цитируется Он не скрывается И дальше он толкуется В данном случае Методика другая Пишется Альтернативный текст Без цитирования Как правило Это не то Что я цитирую Что написано В книге Шмуэля А потом Я значит Как бы меняю Я просто меняю В этом смысле С методологической точки зрения Это немножко другое Поэтому я это называю Правосвестником Если хочешь Протого Как угодно А что-то Что предшествует Классическому Медражу Окей Я если можно Я встречалась С такой точкой зрения Что Методика Медража Она возникает На каком-то Даже не очень раннем этапе А где-то там Между Герелем И Раби Акилы И она Знаменуется Изменением Отношения К тексту Что В отсутствии Пророчества И вообще Перемены Как бы Общей пародигмы Исторической Возникает Отношение К тексту Как к источнику Откровения И поэтому Как бы Из него Возможно Извлечь Совершенно Какие-то уже Смыслы Которые Иногда нам Кажутся Медража Не в тем временем Фантастическими Где они Это увидели Или как Это Можно Из этого Так прочесть Иногда Такая методика Совершенно Очень далеко Идущая В толковании Галактических Особенностей Ну вот Поэтому Как раз С этой точки зрения Насколько я понимаю Действительно Правильно Терминология Протомедраж В отношении Игене А кстати Такой термин Дима Прости А такой термин Существует Вообще Говоря Ну я не знаю Вы ударите Либо это Твой кооперай Нет Существует Существует Им пользуются Я встречал По крайней мере Значит Я согласен С этим Более того Я бы сказал Так Что Мудрецы Создают Некий Этос Касающийся Смены Парадигмы На самом деле Этот Этос Смена Этоса Уже в Танахе Заявлена Когда в конце Книги Малахи Говорится Зихру Турат Авди Моше Значит Как бы Эпоха пророчества Кончается Теперь мы Перед нами Текст Его надо помнить Его надо изучать Этим занимается Там скажем Эзра Более-менее Этим Вот Так что Интересно Что Хохамим Которые Это потом Очень Упор Усиленно Вводят Действия Они Формулируют Известный Принцип Лоба Шамамим Ги Да Значит Что Теперь Не от пророков Мы получаем Как бы Она спущена На землю И поэтому Мы устанавливаем Но что Поразительно Что само по себе Использование Этого принципа Лоба Шамамим Ги Это результат Мидраша Да Потому что Что такое Лоба Шамамим Ги В контексте Торы Лоба Шамамим Ги Имеется ввиду Что Ты не можешь Отговориться Сказать Что Очень тяжело Соблюдать Закон Торы Потому что Он очень Там далеко В небесах Или там Я не знаю За морем Они берут И говорят Лоба Шамамим Все Она передана С небес на землю Теперь она В нашем Распоряжении Мы уже Распоряжены Вот Так что Это тоже Мидраш Да Вот Спасибо большое Окей Потрясающе Интересно Очень оживленно Было бы Замечательно Если Постальные Участники Тоже Окей Ну хорошо Да Огромное спасибо Лектору Ну хорошо Оставайтесь На нашем канале Всем счастливо Пока А Слиха 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 Накама Да Вот ты Осталась Молодец Это специально Для тебя У нас Завтра Я сейчас Делаю рекламу Вот Будет лекция Которая Будет называться Сенсационно Археологическая Тукина Гора Эйваль Исраиль Горелик Сейчас будет Линк Это в рамках Я не могу Ну хорошо Прослушаю Записи И все остальные Тоже пожалуйста Я же тебе сказала Что я уже На семинар Я же тебе сказала Я же уже забываю Ну хорошо Ну не важно Я поэтому Сказала Что я не могу Нет проблем Нет проблем Всем счастливо Всем прощай Завтра Всем счастливо Пока Пока Продолжение следует...